4 апреля 1950 года в селе Гиско Молдавской ССР произошел ужасный теракт. В тот день Владимир Татарников, педагог, занимавшийся военной подготовкой подростков, взорвал в здании школы самодельную бомбу, в результате чего погиб он сам и еще 23 человека. Завучучительница и 21 ученик. Что могло послужить причиной столь страшного преступления? Почему бывший фронтовик стал палачом для школьников? Давайте попробуем разобраться. О детстве и юности Татарникова известно немного. Будущий террорист появился на свет летом 1920 года в селе Тулун, ныне это одноименный город в Иркутской области. Родителей у мальчика не было, он воспитывался в детдоме. Достигнув совершеннолетия, Владимир отправился служить в одну из тувинских армейских частей в городе Кызыл, где дослужился до офицерского звания. После дембеля Татарников женился. Но семейная жизнь не заладилась. Вскоре после рождения сына супруди разошлись. Пройдя Великую Отечественную войну, Владимир переехал в Ташкент и устроился на работу в местную пожарную часть. Но надолго там он не задержался. В 1948 за серьезный проступок его уволили и исключили из партии. Информации о том, что именно совершил Татарников в открытых источниках нет, как и многого другого в 90-х. Время перемен, возможностей и кризисов. От переломных исторических моментов до зарождения новых ценностей. От культурных взлетов до экономических потрясений. От бандитов до войн. Лекторий Достоевский приглашает вас в удивительное путешествие в сердце бурлящих 90-х. Перед вами раскинется панорама видеолекций, каждая из которых ключ к пониманию этого лихого времени, полного свободы и беспрецедентных перемен. Лектор и Лектория светила науки, культуры и люди из разных социальных слоев, глазами которых вы увидите все грани 90-х. Мы зовем вас пережить эти судьбоносные годы, вдохнуть полной грудью дух тех времен и осмыслить, как именно они складывали фундамент нашего сегодня. Подписывайтесь и смотрите на канале Лекторий Достоевский. Ссылка в описании. Как бы то ни было, в сентябре 1949 года Владимир перебрался в Молдавскую СССР и поселился в городе Бендеры, где начал искать новую работу. Придя в поисках вакансий в местный райотдел образования, Татарников случайно познакомился там с начальником добровольного общества содействия армии ДОСАРМ и месяц спустя устроился к нему инструктором-минёром. Почти одновременно Владимир получил работу учителя начальной военной подготовки в школе семилетки села Гиска, расположенного в пяти километрах от Бендер. При знакомстве с коллективом внимание Татарникова привлекла учительница русского, французского и литературы Наталья Донич. Меловидная женщина жила в селе вместе с матерью и девятилетним сыном Мишей. Наталья была разведена и очень стеснялась этого. Поэтому после расставания с мужем из Казани вначале переехала в Тирасполь, а затем обосновалась в Гиске. Своим новым знакомым Донич представлялась вдовой. Якобы её супруг был лётчиком и погиб на войне. К радости Натальи её настоящий бывший муж исправно платил алименты, но сына не навещал и в его воспитании никак не участвовал. Между тем Донич в селе уважали. Она отличалась покладистым характером, любила своих учеников, сочиняла стихи и вела в школе поэтический кружок. Владимир принялся ухаживать за Натальей. Та ответила взаимностью и вскоре после начала романа вместе с домочадцами переехала жить к Татарникову. Однако со временем учительница стала замечать, что её избранник далёк от идеала. Владимир оказался замкнутым, нелюдимым и к тому же безумно ревнивым. Татарников в порыве ревности стал угрожать Наталье физической расправой. Но окончательно разорвать отношения женщина решилась лишь после того, как, проснувшись середи ночи, увидела Владимира с топором в руках, стоящего возле её кровати. Наутро после этого до смерти напуганная Донич вместе с матерью и сыном покинула дом Татарникова. Истинную причину их расставания Наталья решила скрыть от коллег и знакомых. Женщина придумала версию, что случайно узнала о браке Татарникова, который тот скрывал, и ушла от мужчины. Сняв небольшую комнатку в доме у пенсионера, Донич, как ни в чём не бывало, продолжила ходить на работу. Там ей приходилось общаться со своим бывшим сожителем, но она старалась держаться отстранённо. А Татарников и не думал сдаваться. Пытаясь вернуть возлюбленную, он начал буквально преследовать Наталью и от уговоров быстро перешёл к угрозам, чем окончательно запугал Донич. Женщина хотела сообщить обо всём происходящем, в том числе и об инциденте с топором, в районо, и даже написала туда письмо с просьбой о помощи, но по неизвестным причинам так и не отправила его. Между тем, в начале апреля 1950 года Татарников позвал Донич в гости, якобы на празднование своего дня рождения. Наталья проигнорировала это приглашение, чем привела Владимира в ярость. Напившись, он в компании собутыльников поздней ночью отправился к Донич домой. Но на стук в дверь и требование выйти, женщина никак не отреагировала. Поэтому незваные гости ушли ни с чем. На следующий день, 3 апреля, всё повторилось. Вечером Татарников устроил у себя новое застолье, перебрал со спиртным и отправился к Донич с угрозами. Но ничего от неё так и не добился. 4 апреля закончились весенние каникулы, и Наталья отправилась на работу. В новой четверти расписание уроков в её классах поменялось, и вместо второй смены женщине предстояло выходить в первую. А сын учительницы Миша и его одноклассница Валя, у дедушки которой его мать снимала комнату. Напротив, учились во второй половине дня и поэтому остались дома. Присматривавшая за ребятишками мать Донич занималась хозяйством, когда в дверь внезапно постучали. На пороге с сумкой в руках стоял Татарников, который попросил позвать Наталью. Ответ, что женщина на работе, Владимира не устроил. Он поставил сумку на пол и начал обыскивать дом. На прямой вопрос матери Донич, что лежит в сумке, Татарников ответил, это для Наточки подарок. Удостоверившись, что Натальи дома нет, Владимир подхватил сумку и отправился в школу. Подарком, который он нёс учительнице, была самодельная бомба, мощностью 12 килограммов в тротиловом эквиваленте. Достать необходимые для изготовления самодельного взрывного устройства материалы Владимир смог легко. Как инструктор Досарм, он участвовал в разминировании многочисленных бомб, оставшихся со времён войны в окрестностях Бендер. Обезврежные бомбы свозились в штаб Досарм, и там хранились в кабинетах сотрудников, зачастую безо всякой документации. По некоторым данным, взорвать себя и Донич Татарников планировал сначала на своём дне рождения, потом в её съёмной квартире, но оба плана провалились. К слову, по пути в квартиру Натальи Владимир зашёл на почту и отправил там несколько заранее заготовленных писем, в том числе и бывшей жене. Вот строки из письма. «Прощай, дорогая Аня, причину ты знаешь. Передай привет сыну Толе». В другом послании он просил представителей местной администрации никого в случившемся не винить и признавался, что украл тротил из штаба Досарм. В момент, когда Владимир пришёл с бомбой в школу Гиски, Наталья Донич вела там урок литературы у пятиклассников. Подпалив фитиль и рванув двери на себя, Татарников вбежал в класс. В этот момент учительница, присев на подоконник, рассказывала детям что-то из школьной программы. Внезапное появление Татарникова на мгновение парализовало Наталью, а сам Владимир подскочил к ней, схватил и прижал к себе. По воспоминаниям выживших школьников учительница успела прокричать «Мамочки!» и тут же грянул взрыв. «Ушёл в школу и зашёл в каждый класс и сказал, разбегайтесь все. Ну а все ребята такие взрослые, каждому интересно, что такое, чего разбегаться. Кто на окно сел, а кто под парту залез и попрятались. Вот. И зашёл в тот класс, где она преподавала. Как раз вот так её схватил и не выпускал. Выбегайте все, прячьтесь. И это вот нажал и взорвалось всё это. И его, и её. Бабушка нас не пустила туда в школу, чтоб мы побежали. Это ж весна, все это вот работали, колхоз организовывался. Все люди были на поле и все бежали с лопатами, с сапами. Все бежали вся гисками. Зажала туда в школу. Он зашёл в класс с сумкой. Фитиль уже горел. И он сказал, хлопцы, убегайте. Обнял её, встал возле окна. Папа говорил, 7 секунд этот фитиль горел. Он сразу стал убегать. Ему говорили, Борка, давай побачим, что там будет. Кто смотрел, тот не остался в живых. Мощность взрыва была столь велика, что построенная из саманного кирпича здание школы моментально превратилась в руины. Выбежать во двор успели немногие. Заживо погребёнными под завалами оказались не только ученики пятого класса, но и занимавшиеся в соседних помещениях четвероклассники, шестиклассники и семиклассники. Первое, что мы услышали, был групповой крик ужаса на одной ноте. А после стены содрогнулись, и нас накрыло пылью. Один из мальчиков побежал к окну, чтобы открыть и выпал вместе с ним наружу. В нашем классе остался только один угол. Когда мы выбежали во двор, увидели, что стены упали, а крыша накрыла обломки, вспоминала выжившая ученица шестого класса школы-села Гиска. На место взрыва сразу же стали сбегаться жители Гиски, среди которых было много родственников учеников. Когда к рухнувшей школе прибыли милиционеры, чекисты и врачи, селяне успели достать из-под руин часть учеников. Живыми нашли не всех. Вот строки из материалов расследования обстоятельств взрыва в селе Гиска. Для того, чтобы не получилось такой большой давки, было решено трупы учеников, которые были обнаружены, не задерживать, а подводы, которые оказались сеном-соломой, туда направили к месту происшествия. И эти трупы складывали и направляли по домам. Некоторые из родных погибших не выдержали горя и вскоре скончались от сердечных приступов. Пострадавших школьников, которые выжили при взрыве, везли в сельскую больницу. Малышей, которые пострадали больше всего, отправляли в больницы Бендер и Тирасполе, где их спасали лучшие врачи округа. Борьба за жизни некоторых маленьких пациентов растянулась на многие месяцы. Врачи год пытались спасти пятиклассника Ваню Федоренко, получившего тяжелые травмы при взрыве. Две сестры мальчика, ученицы четвертого класса, погибли при обрушении школы. Но и самого Ваню медики вылечить так и не смогли. В 1951 году он скончался, не приходя в сознание. Поиски выживших школьников, в которых участвовал лично глава молдавского МВД, в ГИСКе длились несколько часов. Одним из тех, кто чудом уцелел при взрыве, оказался пятиклассник Кондрат Кулик. Когда Владимир Татарников с бомбой ворвался в класс, мальчик замер от испуга и остался сидеть за второй партой крайнего левого ряда. Взрывной волной Кондрата выбросило в окно, причем так, что он долетел до здания церкви, находившейся в 50 метрах от школы. Несмотря на это, школьник выжил, как и одноклассница Кулика Мелания Ануфриева. Она успела добежать до учительского стола, который в итоге спас ей жизнь. Стол накрыл школьницу при взрыве и защитил от рухнувшего потолка. Все стали сбегаться к двери, а я добежала до стола только. Ни улицу, ни в коридор. Стол все поднялось и накрыло меня. Сверху потолок, а поверх потолка крыша слепая была. Руки поломаны, ноги поломаны. Однако Мелания все равно пострадала очень сильно. У нее обгорела голова, она ослепла, потеряла слух и получила переломы рук и ног. Прогнозы врачей были неутешительными. Родители и девочки сначала готовили к самому худшему. Затем, когда стало понятно, что Мелания выжила, медики утверждали, что она ослепла на всю жизнь и никогда не сможет стать матерью. Но судьба распорядилась иначе. Переломанные конечности Ануфриевой срослись, обгоревшая голова зажила, а зрение постепенно вернулось к девочке. Ее слух также частично восстановился. Ошиблись врачи и насчет материнства. Годы спустя Мелания вышла замуж и родила трижды. Впрочем, ее история стала счастливым исключением. Многие другие дети, пострадавшие при взрыве в Гиске, на всю жизнь остались инвалидами. В результате взрыва, устроенного Владимиром Татарниковым, помимо него самого погибли 23 человека. 21 школьник Наталья Донич и завуч Николай Данилов. Учительницу похоронили в Террасполе, после чего мать и сын Донич отправились жить к ее брату в другой город. Валя, внучка пенсионера, у которого Донич снимала квартиру, стала объектом травли в новой школе Гиске, под которую местная администрация выделила здание на другом конце села. Узнав, что Татарников изначально планировал взорвать учительницу в доме пенсионера, ученики стали винить Валентину в том, что этого не произошло. Вот, что будто бы дедушка виноват, что он принял ее на квартиру. Лучше бы он там взорвал этот дом и двор, где она жила, чем и шел в школу, и как будто бы я была виновата тоже в этом. И вот из-за этого меня ненавидели в школе. Как вспомнят, вот как обижали. И когда выросла, я их всех ненавидела, этих своих соучеников, которые это вот со мной учились. Хотя они хотели со мной дружить, но я уже не хотела. Между тем, для расследования теракта в Гиске создали спецкомиссию, в которую вошли Николай Щелоков и Константин Черненко, будущие глава МВД СССР и генсекции ККПСС. Виновным в трагедии признали членов ДОСАРМ. Проверка организации выявила множество нарушений при разминировании территории Бендерского района. Глава республиканского филиала ДОСАРМ пытался оправдаться, мол, им двигало стремление как можно быстрее обезопасить местных жителей, которые часто натыкались на оставшиеся с войны снаряды. Но оправдания не помогли. Чиновника уволили с должности и исключили из партии. Главу Бендерского отдела ДОСАРМ, из штаба которого Татарников похитил взрывчатку, привлекли к уголовной ответственности. Досталось и руководству Одесского военного округа, сотрудники которого также должны были заниматься разминированием Бендерского района. После строгого выговора военным поставили ультиматум разминировать район в кратчайшие сроки, что вскоре и было сделано. А все сведения о взрыве в школе ГИСКИ советские власти попытались максимально засекретить. Из 12 выпускников-семиклассников при взрыве погибли семеро ребят. Окончить школу в 1950 году удалось лишь пятерым. Одним из них был местный житель Илья Сухович, который в 2004 году добился того, чтобы об истории с терактом в ГИСКИ узнал весь мир. При помощи Суховича был составлен список погибших. И в 2007 году стараниями жителей села ГИСКИ неподалеку от места взрыва появился памятник. Мемориальная плита, на которой высечены имена всех 23 жертв трагедии. На этом у меня все. Спасибо за просмотр и до новых встреч.